Добрый день! Слышно ли меня? Ну, действительно, тема настолько новая, что мне понадобится с вами договориться о некоторых правилах игры. Мне понадобится для этого вот этот веер из бумаги, на нем принтер мой старенький лазерный принтер, напечатал буквы. Они мне помогут, но для того, чтобы их менять, мне нужна одна ключевая фраза, такой триггер, который будет переключать эти кадры, кадры идей. Я постараюсь ее не забывать говорить. Фраза будет звучать так «Роботы не моргают». И, возможно, к концу моего выступления станет понятно, почему я эту фразу всякий раз произношу, когда меня эту бумагу. Итак, о чем же я хочу говорить? Я хочу говорить о САСах и БАРСах. Это две аббревиатуры. Смертоносные автономные системы и боевые автоматизированные робототехнические системы. Я хочу говорить о свободе выбора в понимании людей и о принципах автономности в понимании боевых машин. Зачем я хочу об этом говорить? У меня есть для этого достаточно веские основания. Я не хочу никого учить жизни, но хочу вместе с вами просто поразмышлять над некоторыми моментами, связанными с понятиями свободы и автономности. Мы вошли с вами в четвертую научно-техническую революцию. Вы знаете, мы все вошли в шестой технологический уклад. Нас окружает большое количество искусственных интеллектуальных систем. С ними хорошо и удобно. И сегодняшние технологии повседневности, наверное, превосходят все самые смелые черты пионеров искусственного интеллекта, шестидесятников. А до них были романисты, фантасты, американцы, европейцы. Они не могли бы представить тот мир, в котором мы с вами живем. Все это было интересно, романтично, даже экономически выгодно и хорошо. Пока сфера искусственного интеллекта просто буря не ворвалась в область военно-промышленного комплекса. И там у нас появились этические вопросы, над которыми по понятным причинам военные думать не должны и не хотят. Это не их дело. Это дело философов. И вот я пытаюсь на глазах у вас это мышление осуществить. Роботы не моргают. Давайте рассмотрим два примера. Вначале классическая страшилка от противников драйверлес-такси, беспилотных такси. Беспилотное такси ехало по дороге, неправильно распознало разметку, какая-то нестандартная ситуация, все погибли. Ехала счастливая американская семья, не сработала система, фреймовая система распознавания образов, знак был покорежен, торнадо, который прошел по дороге. Ну, очень сложный мир, в котором мы живем, машинам в них ориентироваться тяжело. Авария, все погибли. Второй вариант уже из военной сферы. 2009 год. ЮАР привезли большую австрийскую пушку с лазерным целеуказанием, с искусственным интеллектом по выбору цели наведения, с автоматическим выбором режима огня. Что-то пошло не так, компьютерный сбой, 500-зарядный боекомплект был разбросан совершенно по другим целям, не тем, которым было запланировано. И под эти цели попали даже несколько операторов, поэтому были жертвы. Ну, явные проблемы. Проблема здесь не этического характера. Несчастные случаи легко квалифицируются юристами. Но здесь есть автономный агент, принимающий решения. И мы не можем понять, а кто виноват? Программист, который программировал, оператор, который нажимал кнопку, или все-таки сама пушка или сам автомобиль, который неправильно сориентировался в ситуации. Со страшилками закончили. Переходим на другую сторону. Медали. Теперь уже голос военных, которые говорят, ребята, это очень полезная вещь. Гуманизм и эффективность искусственного интеллекта в локальных тактических задачах боевых, но он просто, его невозможно превзойти. Расход боезапаса эффективней в десятки, в сотни, в тысячи раз. Простой пример. Русско-японская война. 95% участников стрелковых подразделений, восточного какого-нибудь фронта, восточно-сибирского полка, не умели пользоваться прицелом. Из десяти выпущенных пуль одна попадала в цель. Это потому, что ребята, видимо, в свое время ходили на охоту, они понимают, как это устроено. Великая отечественная война. От десяти тысяч до пятидесяти тысяч выпущенных пуль, и только одна попадает в цель. Расход свинца и вообще экономическая нагрузка на военную мощь, ну, просто колоссальность. Сейчас вылетает рой дронов, беспилотных автоматизированных систем, беспилотных летательных аппаратов. Они несут на себе боевой запас. Процент попадания стремится к 95%. То есть очень высокая кучность, высокая точность. Мы понимаем, что для решения огромного числа тактических задач эти машины ведут себя идеально. Плюс мы еще получаем выгоду относительно психологического фактора. Солдатам, не знаю, срочникам или профессионалам не нужно выполнять этически неприятные вещи. Зачистку местности, убийство гражданского населения и так далее. Это делают бездушные машины, делают хорошо, с железной логикой и очень эффективно. Вот на это слово я прошу вас обратить особое внимание. Слово эффективность встречается сегодня у всех спикеров, у всех руководителей, у всех менеджеров, не только у начальства, но и у исполнителей. Кто прав? Сторонники или противники? И вообще, что в этом случае понимать под свободой и эффективностью? Вообще, сравнима ли свобода выбора, который возникает у человека при нажатии спускового крючка автомат, и от его пальца по электросети его нервных волокон в мозг уходят эти проводочки, и где-то мозг каким-то чудесным образом подключенный к его личности. Мы не знаем, что такое личность, где она там, чтобы нам психологи не говорили, с этим есть определенные проблемы. Но где-то там есть волевой центр, который говорит нажимать, не нажимать. Если нажимать, то почему? Если не нажимать, то тоже почему? Это одна свобода выбора. А теперь этот же человек, от него отобрали автомат, его поставили за пульт управления и говорят, нажми кнопку. Кнопка называется, все будет хорошо. Нажми кнопку, задача будет выполнена. Как она будет выполнена, ты не увидишь и не узнаешь. Потому что это сделают машины, которые сделают это хорошо. У тебя нет, ты не выбрал убить, не убить. Нажать, не нажать, выстрелить, не выстрелить. Ты нажал на кнопку решить проблему. Это кнопка, о которой мы все мечтаем. Разработчики мобильных телефонов нам эти кнопки поставляют через Google Play или Apple Store каждый день. Мы скачиваем эти кнопки, решаем свои проблемы с помощью таких помощников. Так вот, непонятно, мы расширяем этическое поле и вовлекаем туда машины. Отличается ли крючок на автомате от кнопки, которая запускает рой дронов, которые решат все наши боевые задачи. Роботы не моргают. Следующий сложный вопрос. Можно ли дегуманизировать этический акт убийства? Ну, мы уже с вами автоматизировали и отчасти дегуманизировали. Доставку пиццы, доставку маленьких посылок, Amazon дроны нам все приводят. Ну, мальчишки стреляют по ним из воздушек, это не страшно. Это как бы такая помеха техническая. На самом деле все работает, да? Или мы должны все-таки невычислимое поле ценностей оставить за человека. Вот старая формулировка, берущая начало еще со времен Платона и Аристотеля. Убийство, как и любой этический акт, может совершать только существо, обладающее свободой выбора и имеющее представление о развлечении добра и зла. Вот это та точка, от которой мы начинаем наше рассуждение. Ну, самый простой пример. Сегодняшние институты власти и глобальный рынок стараются вообще вопрос о добре и зле обойти или переформулировать их в контексте эффективно-неэффективно, потому что что такое хорошо, что такое плохо, сегодня об этом спорить нельзя, потому что мы все толерантны, да? Мы стараемся о добре и зле не говорить, потому что это такие понятия, из-за которых люди ссорятся. А вот эффективно и неэффективно, это классно. Мы можем прописать критерии эффективности в табличке Excel. Если вы дотянули 98 баллов по БРС, у вас пятерка. Если вы не дотянули, то все, извините, мы нашли маршрут с учетом пробок и как бы вас объехали, да? То есть у нас это решается все очень легко. Если перед вами нет этой жесткой таблички, да или нет, как вы будете действовать? Классический пример, ну, может быть, не классический, но известный пример из фильма «Я робот», когда нужно было выбирать, кого давить, старушку или мальчика, да, нужно было принимать автономные искусственно-интеллектуальные системы. Как никакого этического выбора, обычный расчет, траектории движения, процент выживаемости выше у мальчика, значит, мальчик выживает, а старушку давим с учетом пробок, да, никаких проблем. У нас же в этот момент, если вы оказались за рулем, есть вот эта доля секунды, возможно, она физически неизмерима. Никакая наносекунда и никакая суперкамера не сможет понять, в какой момент был этот выбор. Но здесь умещаются в это пространство временной небольшой отрезок и сомнения, и вера, и упование на Бога, и чудо, и ожидание чуда, и истерика, и все, что хотите. Можно все бросить, бросить педали и руль, закрыть голову руками и понадеяться на случай как-нибудь, да. И мы с вами очень часто оказываемся вот в этих микровременных отрезках, в которых очень ценные для нашей жизни вещи происходят. Это очень ценные вещи для наших жизненных миров, и мы отдаем эти ценности сейчас на откуп волшебным кнопкам в смартфонах и в боевых автоматизированных системах. Роботы не моргают. Ведь человечество — это не только история успешных операций, это тексты культуры об ошибках. Эти ошибки надо накапливать и осмыслять. Мы должны делать неправильные действия и складывать их в копилочку катастроф, в копилочку ошибок, в копилочку личных нравственных драм. Это то, что нас делает людьми. Барсы уже здесь. Они дарят нам комфорт, спокойствие, они анализируют фондовые рынки, они решают тактические задачи в Ираке и в Иране. Для того, чтобы пролоббировать системы SAS в войсках, сейчас психологи рассказывают, что мы с вами не вполне люди, а просто биомашины и сложная нейросеть наша вычисляет, мы просто не знаем, и у нас есть иллюзия свободной воли. С другой стороны, от технарей рассказывается, что автономность машин настолько высока, настолько эффективна, что они почти что принимают этические выборы. Мы можем уже машинам предложить, например, выступать в качестве судей. Но они могут вычислить с помощью специального алгоритма, законодательства, ввести туда данные о правонарушении и спокойно признать виновен невиноват. Роботы не моргают. Вот. Я перехожу к заключению. Хочу уже резюмировать, наверное, весь свой посыл, или точнее воззвание. Цените свободу воли, возможность совершать ошибки, совершать этот трудный выбор и даже получать порцию эмоционально-нравственных страданий из-за ошибочных действий. Это те сферы неэффективной деятельности, которые позволяют нам оставаться людьми. Быть неэффективным – это по-человечески. Я не говорю, хорошо или плохо. Это по-человечески. Скоро нерентабельная эмоциональная жизнь станет роскошью. Современные цивилизации очень тесно в рамках старых представлений о человеке. Собственно, с помощью машин мы сейчас стараемся расширить понятие гуманизма. И здесь есть парадоксальная ситуация. Вроде бы при всей строгости логичности цифрового выбора, да или нет, границы добра и зла сегодня размываются. И современный мир предлагает нам выйти из прошлого без сохранения, потому что мы устаревшая модель. И по скрипту. Триллер «Молчание и гнят». Энтони Хопкинс, актер, сыгравший маньяка в «Молчание и гнят», он очень серьезно подошел к реализации своего персонажа, поехал в тюрьмы, в сумасшедшие дома, посещал процессы, где рассматривались громкие убийства, серийные убийства, маньяки осуждались на этих процессах. Из подобных материалов Хопкинс взял один прием. Он просматривал видеопленку с известным серийным убийцей и маньяком Чарльзом Мэнсоном и отметил для себя одну деталь, которую потом воплотил в своем образе. Чарли Мэнсон во время разговора ни разу не моргнул. Благодарю вас за внимание.